Дорогие друзья, мы рады сообщить вам, что день числа Пи является традиционно открытым. В Юргу обойти стороной праздник бесконечной константы не смогли. День Пи здесь отмечают ежегодно. Вот и сегодня студентам предложили блеснуть своими знаниями о загадочной величине. Рекорд по запоминанию числа Пи принадлежит японцу, который смог запомнить более 100 тысяч знаков после запятой. Я помню, что что-то такое было. Было давно, но вроде бы воспроизвел чувак 260 знаков, я помню. По одной из версий число Пи открыли вавилонские маги, которые использовали значения при строительстве знаменитой башни. Однако расчеты оказались неточны, и проект в буквальном смысле дал трещину. В своих трудах величину также упоминали Архимед и Платон. В наши дни число Пи сомнений не вызывает. Это отношение длины окружности к ее диаметру. Поэтому все, что связано с площадью круга или описанием волновых процессов, без 3,14 не обходится. В отблеске этого числа Пи мы посмотрим на еловую шишку, мы можем отметить какие-то кривые, на ракушки, на все, что связано с волной. Но, конечно, это прежде всего круг. Это земля, это целостность, это единение. Сегодня с помощью компьютерных технологий ученым удалось рассчитать последовательность с точностью в 10 триллионов цифр после запятой. Правда, числом Пи увлекаются не только математики и физики. Бесконечную константу нередко используют для развития памяти. В 2000 году челябинец Александр Беляев поставил всероссийский рекорд, запомнив 2500 знаков. Принцип такой. Сначала ты берешь 10 цифр, ты их разбиваешь на какие-то части. Может быть, есть какие-то интересные сочетания. После этого этим частям ты их как-то пытаешься визуализировать, изобретаешь, что это там. Женщина в море плавает, птички летят, танки едут. Ну, кого что. А потом ты это все связываешь в одну такую историю и желательно туда добавить что-то такое интересное для чего? Для того, чтобы появились эмоции. Как признается Александр, цифры – вещи абстрактные, поэтому самые сложные для запоминания. Но благодаря фантазии это можно исправить. Представляем восьмерку в виде женщины, а тройку заменяем силуэтом птицы. И уже можно составлять рассказ, например, про девушку-детектива. 26 апреля, видим, да? 26 апреля. Каменская. Вот она, Каменская, 8 женщин. Похожа же женщина. Поехала на море, вот она там на море купается, загорает, отдыхает и так далее. И там она отдыхала до 27 сентября. Полученные знания тут же применяем на практике. Нет вопросов. Единственное, что… Все правильно? Все правильно. Все правильно. Единственное, что я бы вам дал… Методика работает. Я бы дал… Нет, я бы вам дал какой совет. Смотрите, вот когда мы проверяем себя, лучше писать не в строчку, а вот, допустим, по 10. Тогда легче проверять, что вот, допустим, циферку пропустил, и ты понимаешь, как он в десятке-то ее пропустил. Все понятно. А так все. Александр уверен, образная система запоминания помогает развивать способности даже тем, кто не отличается феноменальной памятью. Чтобы установить свой рекорд, ему потребовалось чуть больше двух недель. Мила Янкина, Владимир Котегов, СТС, Челябинск. Мил Simon. Kenaya, Владимир Котегов. Продолжение следует...